Сотрудники госавтоинспекции провели очередной рейд на дорогах города. Цель – выявить недобросовестных водителей, которые не пропускают карету скорой помощи. Для чистоты эксперимента инсценировали срочный вызов медиков. Осознают ли белгородские автолюбители, что могут помочь спасти жизнь? Расскажем в сюжете. Детали эксперимента обсуждаем заранее в планах. Несколько кругов по городу в карете медиков, а следом сотрудники ГАИ. Включаем сирену и выезжаем на дорогу. Пока все спокойно. Водители хоть и нехотя, но пропускают автомобиль. Михаил Парамонов признается, в час пик сложнее машины. Просто не могут уступить карете. Тогда приходится нестись по встречной. Это очень опасно. Стараешься не допускать этого. Но если нет другого выхода, с максимальной осторожностью приходится иногда. В основном с инфарктом, после ДТП страшные бывают случаи. Но тут уже едешь и думаешь, ты же не один. У тебя еще как минимум 2-3 медика и плюс еще пострадавший больной. Ну, приходится маневрировать. В отличие от водителя скорой, автомобилисты не всегда осознают ответственность. Зачастую дорогу преграждают из принципа. Когда едем экстренно, бывает, что не пропускают. Но не обидно то, что если не пропускают не по своему умению, то что они не могут или теряются. Но обидно то, что когда не пропускают, есть такие, ну, просто хамоватые водители. Пока рассуждаем о прошлом, на пути скорой встает фура. Водитель явно слышит спецсигналы, но даже не думает уступить дорогу. Пересвращать грузовик при восьмерке. Сотрудники ГАИ тут же останавливают нарушителя. Он уверяет, это единичный случай. Виноват, ну, не заметил скорую, да, в последний момент уже заметил, перестроился. Я дальнобойщик, я знаю, что это и как это все выглядит. И как бы, ну, по дороге мы всегда пропускаем в первую очередь. Даже по рации крикнули, там, скорая едет, все. Там все в сторонку отъехали, все, скорая проехала, все. Но свое наказание понести все же придется. Штраф за нарушением вполне реальный. За непредоставление преимущества движения каретей скорой помощи, это с нанесенными специальными цветографическими схемами, с включенным проблесковым маячком синего или красного цвета, специальными звуковыми сигналами, предусмотрена у нас административная ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишение права управления на срок от 3 месяцев до 1 года. Едем дальше. Машины скорую пропускают, а вот пешеходы ускоряться не спешат. Еще круг по городу – тот же результат. Возвращаемся на станцию. Врачи рассказывают, зачастую спасать пациента приходится прямо на ходу. В карете скорой помощи приходилось. Один пациент с инфарктом миокарда несколько раз давал остановку по дороге, останавливались, делали массаж сердца, восстанавливался ритм, довезли его до областной больницы, где ему установили кардиостимулятор. А вот если халатность водителя все же помешает работе медиков, наказание будет серьезнее. Штраф может достигнуть 80 тысяч рублей. В случае гибели пациента водителю грозит уже уголовная ответственность. До 4 лет лишения свободы. Ольга Горяйнова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.